Таверна Гроль Таверна Гроль Ну как бы сначала начнем с самых общих вещей Как вы знаете, что во всех религиях мира Бог ничего не дает, а только обещает Ну не сам, конечно, лично, но некоторым он лично что-то обещал Как говорят особенно опытные граждане, которые глубоко оцерковленные или там верующие Но в основном обещают, в том числе и через своих, так сказать, апологетов Которые, как вы знаете, сильно отличаются от окружающих Они почему-то ходят в женском платье в основном Так вот, в этом, конечно, сила Бога Поскольку, как бы, проверить ничего нельзя Чего он там дал, куда он кого взял Чем менее проверяемое событие, тем более эффективно Оно действует на подсознание человека, на лимбическую систему И позволяет ему верить во все, что угодно Потому что обещание, которое проверить невозможно С Мефистофелем немножко и завлекательнее Дело в том, что как бы существуют многочисленные, в том числе и литературные свидетельства О том, что Мефистофель как бы дает немного Но всегда на обмен То есть он никогда просто так не тратится То есть дьявольщина, она у нас, конечно, прибыльная для некоторых Особенно это сейчас видно по нескольким загибающимся режимам на юге России Да и в ближайшем Средиземноморье Но, тем не менее, приходится, в общем, все получать не бесплатно В конце расплата обязательно Не то, что прям с душу сразу Хотя покупателей на душу тоже найдутся Ну, примеров очень много Ну, я не знаю, обратитесь к европейским странам, высоко развитым Ну, например, Германия Меркель Ну, вот вам, пожалуйста, такая чудесная дамочка с рыбьими глазами Навсегда напоминавшая мне продавщицу из мясного отдела советских продовольственных магазинов Ну, да и стоит с такими рыбьими глазами Нарезает копченую рульку и говорит Я вам сейчас ветчинки настригу Вот, значит, такое рыбоподобное существо Не Меркель, а Макрель Она, значит, как известно Была в сговоре с шайтаном И сначала была завергубована нашими Потом ЦРУшниками Ну, а потом стало методично Разваливать Евросоюз Запустив сначала обиженных иудеев немцами Потом русских немцев Ну, им там казахов не хватало Вот она их и назапускала Но потом уж под занавес уже и большое количество и турок И мусульман, и североафриканцев Ну, то, что сейчас происходит, вы, я надеюсь, хорошо знаете В данном случае Мефистофель заключил с ней пакт Через разные специфические организации По ликвидации, собственно говоря, рассудочной деятельности Эта ликвидация рассудочной деятельности До известной степени нужна на перенаселенной планете Почему? Потому что цель пакта Мефистофеля состоит в том Чтобы быстро осуществлять эволюционный процесс Что для этого нужно? Хорошо, всем известно Снизить образовательный ценз То есть понизить образование Что произошло очень успешно за последние 30 лет Дальше перевести в имитационную В имитационную систему ценностей То есть когда вам кажется, что вам все можно На самом деле ничего нельзя Кроме того, что разрешили Это второе И третье Задурить каким-нибудь способом человеческое сознание То есть чтобы из критического Естественно-научного Или, скажем так, рационального Перевести в религиозное сознание Тогда получается вот то, что мы имеем То есть когда образование низкое Основная ценность – это свобода Размахивания пипиской И существенно крайне простые удовольствия Имитационные Ну это в первую очередь, конечно, интернет-система Где можно найти любую глупость, которая тебе приходит в голову Как вы знаете У Бога несколько иные планы Он делает все медленно Не так быстро, как Мефистофель Он, собственно говоря Цикл – это человеческая жизнь Поэтому у божественных всяких событий Все развивается медленно И это очень хорошо Потому что человек Люди меняются быстрее, чем происходит событие Это очень удобно Тоже проверке не подлежит Коварный пакт Мефистофеля предполагает Быструю смену событий Отсюда разница Так что вот снижение образования До уровня там Идиотизма умения читать и писать Лучше бы это, конечно Религиозное сознание, которое развивается Это тоже пакт Мефистофеля Дело в том, что во многих странах считают Давайте мы сделаем скрепы На уровне религиозного сознания И воспользуемся обилием людей, верующих во все на свете Ну и в первую очередь в некие каноны религиозные И будем их использовать Но проблема заключается в том, что Если вы так размягчаете человеческий рассудок До такого состояния Что он начинает верить вот в это Во все то, что там Тысячу лет назад уже вызывало большие сомнения То будьте готовы к тому, что Плодами размягчения мозга ваших граждан Воспользуются другие Потому что людям все равно все, что воспринимать И мозг не отличает интернет и телевизор Пропаганду и обман Поэтому снижая критичность мышления Вы, конечно, укрепляете власть Но одновременно расширяете возможности Вмешательства в мозги ваших граждан И народных субъектов То есть готовите почву Взрыхляете, удобряете Для пакта Мефистофеля Который заключается с каждым гражданином отдельно Таким образом Религиозное сознание плохо Еще хуже псевдонаучное То есть их очень много Псевдонаучное сознание заключается в вере Слова вера в науке нет Поэтому, когда используют слово вера Ну, например Вера в молекулярную биологию Вера в генетику И прочие веры То есть это на самом деле Правоверный генетик От него вреда еще больше Или там вера в стволовые клетки Что мы сейчас возьмем Насажаем клетки в брюхо И они все придут нужные органы И там все сделают Все починят Вот этот махровый идиотизм Это тоже вера Это тоже религиозное сознание Но нацелено не на теологические процессы А, например, естественно, научные То есть изгадить можно все, что угодно То есть Иначе говоря Люди этого даже не замечают И не обращают внимания Ну, едят, например, в ресторанах Таких, как это Как собаки, склонившись над миской Почему? Боятся закапать А они научились вилкой доносить до еды? Или приходят там В какие-то общественные места И залезают в кресло с ногами Это чего? Это как раз то самое Что можно широко видеть В обезьяннике То есть, ну, там, где содержат приматов И никого не вызывает никакого раздражения То есть Иначе говоря Проблема в том, что Пактов с Мефистофелем Заключают все время больше и больше Теперь что надо делать? Всегда же вопрос А делать-то что? Да делать все очень просто Вы где-нибудь видели Активно строящиеся Даже при советской власти Школы из красного кирпича Под медными крышами Ну, за исключением Школ для детей Высочайших начальников Ну, это понятно У них все должно быть хорошее Правда, получается потом Дети так себе Но Условия вполне приличные Так вот Надо вместо Известных молильных домов Строить школы, университеты Под медными крышами Надо не Спорткомплексы И стекла, и бетона А места, где бы Формировали у человека Критическое Научное мышление Тогда появляется Маленький-маленький шанс Через одно-два поколения У нас появятся люди Которые будут Смеяться и показывать пальцем На все эти Идиотские Скажем так События Которые приводят К заключению Пакта Мефистофеля То есть Таким образом Надо Ликвидировать То, что является Основой пакта Мефистофеля Чиновник В науке Их надо уничтожить Примерно Две трети Они абсолютно не нужны Зачем чиновники Когда наука Финансируется Из государства Какие налоги Почему их берут С ученых Это в связи с чем У нас что Производства пива И торговли Нет Мы делаем Фундаментальную науку Поэтому Все эти Бухгалтерские Извращения Которые очень дорого стоят Они в науке В общем не нужны Псевдоснабжение Когда устраиваются Конкурсы И отделы снабжения Вырастают до размеров Крупных лабораторий Это все надо ликвидировать Это все Пакт Мефистофеля То есть реальное дело Делает там 20 человек А 40 человек Делают вид Что они это обеспечивают Конечно Это все надо ликвидировать На корню Как и Многочисленное чиновничество Которое по-моему Стало уже в 20 раз больше Чем в Советском Союзе А плодов все меньше Поэтому Пакт Мефистофеля Я так назвал Из-за того Что Это то Что Под видом Очень Рационального Очень Разумного Очень Духовного Подхода Пытаются нам Впарить В общем-то Откровенную Чертовщину На этом Уважаемые Слушатели Я с вами прощаюсь Будьте внимательны И держите ушки На макушке Хотя они у нас И не собачьи До свидания Продолжение следует...